Всем привет! Мы в Таиланде. Добро пожаловать на фортал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. За моей спиной Индийский океан. Хочу рассказать вам одну терапевтическую историю, которая произошла, в принципе, недавно со мной. Несколько месяцев назад я застрял в лифте собственного дома. Как вы знаете, в 2006-2007 году у меня у самого были панические атаки, кардиофобия и прочие вегетативные невротические расстройства, с которых я и начал свою работу. Так вот, застрял я недавно в лифте, в большом лифте, и свет погас. И мне стало интересно. Я решил поставить над собой эксперимент. Думаю, ну я там вызвал лифтеров, все дела, короче, сижу, жду. У меня, кстати, в Инстаграме до сих пор эти фотки есть. Я думаю, дай-ка я посмотрю, как человек, который занимается когнитивной терапией более пяти лет, будет реагировать на эту данную ситуацию. Вы знаете, какую интересную штуку я увидел? Я увидел очень интересную вещь, что, несмотря на то, что я занимаюсь когнитивной терапией каждый день, более пяти лет, сомнения по вопросу, а что, а вдруг, а если, а как бы, все равно лезут в голову. И я понял, что они будут лезть в голову, неважно, я это или вы. Если происходит какая-то ситуация, которая нашим организмом может хоть капельку трактоваться как не опасная, начинаются сомнения. А вдруг это, а вдруг то, а вдруг это. Разница в том, что я застрял в лифте. И, естественно, природа начала выделять, так скажем, сомнения, намекая мне на чувак, может быть, поосторожнее. Да? В момент, когда я застрял в лифте. Если бы я эти сомнения начал бы разгонять и обдумывать, у меня бы случилась паника. Но я умею поступать правильно со своими сомнениями. Та же самая история возникает у людей, которые выходят на улицу или идут в метро. Их организм трактует эти ситуации как угрожающие. Урожающие, именно отсюда возникает много мелких автоматических мыслей в виде сомнений. Поэтому я понял для себя очень важную вещь на практике, что сомнения будут всегда. Летите вы в самолете в 10 часов в Таиланд, или вы застряли в лифте, или вы все еще боитесь умереть от панической атаки в метро или еще где-то. Сомнения будут примерно одинаковы. Надо просто уметь с этими сомнениями работать. Тогда не будет никаких проблем. 16 мая я возвращаюсь с своего отпуска и буду продолжать работать персонально и в группах. Прочитайте информацию о том, какой набор сейчас идет. Сейчас идет набор в группу и идет набор индивидуально. Если вы хотите заниматься со мной и смотрели ролики канала Невроза Мегаполиса, пожалуйста, 16 мая все лето мы можем прозаниматься либо в группе, либо индивидуально, как вы хотите. Я желаю вам научиться работать с вашими сомнениями, видеть разницу между реальными событиями и вымышленными, между сомнениями, которые отнимают у вас силы и энергию, и между реальными ситуациями, где с сомнениями надо просто правильно поступать. Хочется рассказать вам еще одну историю, которая со мной приключилась и еще один вывод. Многие мои клиенты говорят о том, что, Леш, ты знаешь, я очень вымотан из-за своего невроза. Мои симптомы мешают мне жить, а у меня нету сил. Я могу вам ответить, почему так происходит. Организм тратит огромное количество сил, энергетических ресурсов на борьбу с болезнями, на борьбу за выживание. А во время ситуации, когда организму нужны все силы для борьбы за жизнь, он мобилизирует ресурсы. Теперь представьте себе, что вы убедили свой организм, что вы боретесь за выживание практически каждый день. Садясь в метро, идя на работу, выходя из дома, ваш организм верит, что вы каждый день боретесь со смертью. Именно поэтому вы такие вымотанные, и у вас на нуле энергетика. Потому что вы каждый день в борьбе, в борьбе за свою жизнь, что сегодня повезло, что сегодня не случилось, что сегодня вы не умерли. Вы представляете, в какой ад вы превращаете свою жизнь? Я вам очень рекомендую хорошо подумать. Конечно, психотерапия – это не самый быстрый и не самый дешевый процесс. Но если взять на чашу весов самостоятельность, свободу, возможность быть независимым, самочувствие, гармонию и радость жизни, и те ресурсы, которые надо за это отдать, это время и, возможно, финансы, я думаю, она того стоит. Увидимся 16 мая в новом сезоне. Ваш Алексей, до встречи.